Всем привет! Меня зовут Леся и это канал о вязании. Недавно на моем канале случилось 10 тысяч подписчиков. Я этому очень рада и не могу никак поигнорировать этот момент. Мне очень захотелось посвятить этому отдельное видео и поговорить с вами вообще о вязальном YouTube, о моем впечатлении о вязальном YouTube, поговорить о своих открытиях, о том, какие возможные ошибки совершила за время ведения своего канала, а также поговорить с вами о том, кому, на мой взгляд, стоит снимать видео и подбодрить тех, кто давно хочет завести свой канал, но никак не решается. Знаете, раньше вообще я очень скептически относилась к таким видео о других блоггерах, потому что мне казалось, они и просматриваются не очень хорошо, и вообще кому интересно слушать про то, как ты рад, что у тебя там какая-то цифра подписчиков набралась. Периодически я смотрела такие видео у тех блогеров, которые мне особенно интересны, которые мне особенно импонируют, но в общем и среднем мне казалось, что эти видео не популярны, и зачем их вообще снимают. И на данный момент, даже снимая это видео, я понимаю, что это не будет самое полезное, самое просматриваемое видео на моем канале, но я начинаю понимать, что когда случаются такие какие-то круглые цифры на канале, их просто невозможно проигнорировать, потому что это такая радость, когда прилагаешь множество усилий, и они, знаете, как-то вознаграждаются. Это, знаете, как повышение на работе, когда первая тысяча подписчиков, первые 10 тысяч подписчиков, ну и, надеюсь, это не предел. Итак, о чем же мне хотелось бы с вами поговорить, это о визуальном ютюбе, о том, какая специфика есть именно у этого типа каналов, на мой взгляд, что я для себя открыла. Когда я только начала интересоваться визуальным ютюбом, я вообще совершенно случайно узнала, что есть целый рукодельный ютюб, потому что до этого я смотрела только какие-то бьюти-видео, возможно, лайфстайл, фэшн. Совершенно случайно для себя открыла, что, оказывается, уже некоторое время назад девчонки активно снимают о своих работах, о своем хобби, и помимо вязания есть много других рукодельных отраслей, чему была я очень рада. Я обнаружила, что на просторе визуального ютюба существует, грубо говоря, два таких вида каналов. Это канал, полностью посвященный мастер-классам, такой немножко даже безличностный канал, и канал, который все-таки вращается вокруг интересов определенного человека, ну и где фигурирует, собственно, сам этот человек очень ярко. Есть каналы, например, где человек совершенно не показывает свое лицо, и там одни мастер-классы, и очень много визуализаций, разнообразных узоров. Такие каналы, безусловно, очень полезны. И другие каналы, такие персонализированные, это как раз мой канал попадает в разряд таких каналов, где много самого автора он рассказывает о своих предпочтениях, о своем опыте, а не только дает такую энциклопедическую информацию. Мне кажется, вообще здорово, когда на любом канале миксуются эти составляющие. Я стараюсь тоже что-то полезное снимать на своем канале. Я заметила, что и те, и другие видео имеют свои плюсы и минусы, и определенным образом влияют на ваш канал. В зависимости от того, каких целей вы хотите достичь, есть смысл снимать разные видео. Например, видео с мастер-классами, где нет ничего лишнего, и только показывается какой-то прием или узор. Они хороши, они набирают очень много просмотров, и их смотрят люди вне зависимости от того, интересует их ваша личность или не интересует. И, казалось бы, очень хорошо развиваются те каналы, на которых много таких мастер-классов. С другой стороны, у аудитории на таких каналах часто нет никакой эмоциональной связи с автором, и совершенно мнение этого человека по какому-то вопросу их не интересует. И бывает, что подписываются на такие каналы не так много людей, а просмотры очень высокие. Хотя зачастую люди подписываются, держат себе как бы в копилочку этот канал, но смотрят не все видео, только когда им понадобится определенный узор. В чем же специфика такого канала, как у меня, где много каких-то болталок, их смотрит не так много людей. Но, с другой стороны, я очень ценю каждого зрителя на своем канале, потому что я понимаю, что люди, которые смотрят мои болталки, скорее всего, вам чем-то интересна именно моя личность. И по комментариям я чувствую, что со многими моими зрителями, со многими девушками, которые меня смотрят, у меня есть какая-то... Ну, не то чтобы связь, это громко звучит, но вот что-то такое общее, что меня с ними объединяет. Я представляю, что если бы мы встретились где-то в кафе за чашечкой чая, что мы могли бы проговорить часами. И для меня очень ценно находить именно таких единомышленников, а не только потребителей мастер-классов, контента. Мне кажется, в таком случае немножко не хватает такого личностного общения, которое для меня очень-очень ценно. Я вообще вот сейчас вспоминаю своих самых первых подписчиков на моем канале. Если вы меня смотрите, я помню, как я, только выложив первое видео, постоянно-постоянно обновляла канал, и у меня было 3 человека, потом 10, потом 17. Я смотрела на эту цифру 17 человек. Девчонки, есть сейчас те среди вас, кто входил в эти 17 человек? Я вообще не представляю, как вы на меня подписались, и что, какой потенциал вы во мне увидели. Большое вам спасибо, если вы меня до сих пор смотрите. Первая сотня, она была какая-то просто неимоверно драгоценная. Я просматривала каждого человека, и каждому радовалась, и кричала, муж, Дима, еще один, еще один. Хотя, знаете, я и сейчас постоянно обновляю на телефоне страницу, и смотрю, сколько у меня подписчиков. Дело, знаете, дело не просто в цифре, чтобы она была какая-то громкая или большая, но для меня большая радость, когда какой-то конкретный человек подписывается на меня, потому что не хотел бы упускать мои видео, и хотел бы быть в курсе того, что происходит на моем канале. Это очень приятно, спасибо вам. О чем еще мне хочется поговорить? Я думаю, вообще, особенно это будет видео интересно тем, тем, кто собирается снимать и все никак не может решиться. Мне об этом хотелось бы особенно поговорить. Знаете, я как только узнала о YouTube, это был вообще бьюти-сегмент, мне рассказала одногруппница о том, что вообще есть такое, скинула мне, я помню, как сейчас две ссылки, она мне скинула Лизу Онэр и Соню Эсман. Я смотрела, я просто не верила своим глазам, неужели такое существует, неужели кто-то может так вот перед камерой снимать. И мне казалось, это прямо ее, я бы с удовольствием этим занималась, но совершенно не хотела снимать на бьюти-тематику, мне всегда интересовала мода и стиль, но чисто об этом я снимать просто некомпетентно, потому что я только интересуюсь этим, не могу я снимать об этом несколько видео в неделю, потому что, ну, просто нет у меня достаточных навыков. И когда я открыла для себя вязание, я была очень рада, но при этом не была уверена в своих силах. И тогда я помню, как раз наступил вязальный марафон, и, Ирина, вот красота! Ирина, если ты меня вдруг смотришь, привет тебе огромный! Именно благодаря тебе вообще начался мой канал! Она меня тогда так подбодрила, и даже в личной переписке ВКонтакте сказала, не снимай, конечно, обязательно пробуй! Я была так счастлива! И я начала, и с тех пор не могу остановиться, и поэтому я вам могу сказать, если вам хочется, если, знаете, в течение какого-то долгого времени вас не отпускает вот эта мысль попробовать, может быть, попробуйте! Не обязательно сразу инвестировать в какую-то технику, в свет, в камеру. Если вы посмотрите мое первое видео, я его не удаляю, а оно было, конечно, отвратительно. И почти первый год я снимала на телефон с таким сомнительным освещением, еще с очень сомнительными обоями позади меня. Но я все равно была так рада, поэтому если вы давно хотите снимать, снимайте обязательно! Вы ничего не потеряете! Я знаю, что некоторые блогеры, они говорят в ответах на вопросы, что если вы сомневаетесь снимать или не снимать, лучше не снимайте, значит, это не ваше. Я считаю по-другому, что если вы сомневаетесь, лучше снимите! Не обязательно говорить об этом всему своему окружению, всем своим родственникам. вдруг вам не понравится, вдруг вы это забросите, и потом будет неловко оправдываться перед всеми, но если вы тихонечко начнете выкладывать видео, ну, хотя бы первые 10-20, видеть реакцию, видеть вообще, нравится вам это делать на постоянной основе, или после третьего видео вам все это вообще надолело, и вам кажется, что все, вы исчерпали себя, вам этим заниматься неинтересно, вы ничего не потеряете. Честное слово, даже если вы в какой-то момент захотите это бросить, люди настолько быстро забывают блогеров, это, не знаю, хорошо это или плохо, но это действительно так. Я замечаю даже по некоторым своим любимым блогерам, у которых очень много было подписчиков, что когда они перестают снимать, через какое-то время, может быть, это происходит неугодовенно, но память об этом человеке вообще стирается, люди не помнят. Поэтому если вы в какой-то момент лишите, бросите, завязать, вы это сделаете совершенно безболезненно, никто никогда не... Это не будет та популярность, которая будет ходить за вами по пятам. Если, конечно, вы ничего такого предосудительного не собираетесь делать перед камерой, я вас умоляю, особенно если вы собираетесь поговорить о вязании, вы ничего не потеряете. И если вы как раз тот человек, который хочет снимать о вязании, то я вам расскажу о том, с какими, может быть, трудностями, нюансами я столкнулась, что я пересмотрела. Я, когда начала снимать канал, я боялась, что, чтобы мне выпускать регулярный контент, но не просто совсем уж как хобби-хобби, то раз в месяц, то раз в два месяца, а именно вести такой регулярный канал, мне казалось, что мне нужно очень-очень-очень много вязать. То есть, чтобы снимать два видео в неделю, мне надо в неделю вязать как минимум две вещи, чтобы было о чем-то рассказывать. Я помню, был даже какой-то момент, когда я потеряла удовольствие от вязания, но это длилось недолго. Мне казалось, что мне нужно вязать, 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 чтобы было о чем-то рассказывать. И, как ни странно, многие именно эти вещи не вошли впоследствии никак на мой канал. Я не сняла об этих вещах видео, не сложилось. Я поняла, что вам не обязательно начинать вязать в некомфортном для вас темпе исключительно для канала. Конечно, скорее всего, если вы начнете вести свой канал, вязать вы будете больше, но это по-прежнему должно доставлять вам удовольствие, быть приятным. Иначе это теряет всякий смысл, потому что ведение канала на YouTube это в любом случае либо просто хобби, либо даже если это перерастет в какую-то вашу карьеру, работу, то в любом случае это должна быть работа, которая приносит удовольствие. Иначе смысл YouTube теряется совершенно, потому что работу без удовольствия найти очень легко, просто зайдя на какой-нибудь суперджоп или хэтхантер, вы всегда можете найти работу, которая вам не нравится. Суть в YouTube это как раз возможность обрести работу, которая вам очень нравится. Поэтому ведя канал, не делайте то, что вам не комфортно. Это касается и количества вязаний, и касается непосредственно контента. Помимо вот этой гонки за объемами, со мной еще случалось такое, когда анализируя просмотры, я приходила к видео, что какие-то определенные видео, они пользуются большей популярностью, но я их люблю меньше снимать. И я заставляла себя снимать эти видео, несмотря на то, что вот не очень я люблю их снимать. И знаете, они у меня в итоге получались самыми неудачными. Потому что все-таки то, что нам нравится больше всего, зачастую у нас и получается лучше всего. И если у какого-то блогера могут просматриваться лучше одни видео, у вас могут просматриваться лучше совершенно другие видео, именно те, которые вы делаете с удовольствием, потому что, скорее всего, это и есть ваша сильная сторона и ваша изюминка. Поэтому не надо себя насиловать. И что касается количества контента, если вы задаетесь вопросом, ну как же, если я не буду так много вязать, о чем я буду снимать? Я понимаю, что, например, у меня канал, он такой болтологический. И помимо того, что я показываю вам какие-то непосредственные вещи, которые я вяжу, рассказываю вам о процессе, я еще снимаю много видео как теговых, так, видео с моими размышлениями на какие-то темы или обзорами, что актуально, идеи для вязания. Но даже если вы хотели бы сделать канал больше настроенный именно на мастер-классы, вам не обязательно при этом вязать очень много изделий. Например, обратите внимание на канал, по-моему, девушку зовут Светлана Ким или Тим, я могу ошибаться, я оставлю, если вам интересно, ссылку на ее канал. Она в основном снимает узоры, то есть это короткие видео с каким-то узором. Я понимаю, достаточно взять какую-то энциклопедию или журналы с узорами, и как раз для тех людей, визуалов, которые совершенно не умеют читать схемы, кстати, это любопытный факт обо мне, я не умею читать схемы для вязания. Конечно, если там лицевые и изнаночные петли, я понимаю эти схемы, но стоит им стать чуть-чуть сложнее, эти схемы я сразу перестаю понимать. Поэтому я не пользуюсь в основном схемами, вяжу из головы. Если бы был какой-то видеоурок, по каждому обозначению, кто-нибудь, если вы хотите и умеете это снять, пожалуйста, снимите такое видео, где визуализированы все обозначения, потому что когда они описаны текстом, для меня они совершенно бессмысленны. Ну ладно, мы отступили от темы. Так вот, даже если вы планируете какой-то канал, не такой болтологический, как у меня, а в основном с мастер-классами, вам не обязательно много пряжи и много вязать. То есть посмотрите, Светлана, она вяжет на маленьких образцах, маленькие узоры, и у нее эти видео популярны. Для меня это просто копилка вдохновения, когда я не знаю, какой связать узор. Я очень часто захожу к ней на канал и пролистываю все эти узоры. При этом я понимаю, что такие можно вязать просто из остатков, и не обязательно вязать два огромных свитера в неделю, чтобы снимать такие видео. Буквально во время съемки видео она и вяжет этот образец. Если подводить итоги всему, о чем я сегодня наговорила, то что мне хочется сказать? Во-первых, огромное-огромное спасибо, что вы меня смотрите. Спасибо огромное тем, кто меня начал смотреть еще в ужасном качестве, на телефон со странным фоном и не очень хорошей речью. Большое вам спасибо, что вы меня поверили. Я надеюсь, я вас не разочарую. Я очень стараюсь улучшать и качество контента, и качество изображения, и непосредственно своих вещей, чтобы они вам были интересны. Кстати, на мне топ, который я сама вязала, такой золотистый топ, он вам многим понравился. Я ссылку на это видео оставлю внизу в описании, о том, как я его вязала. Такая симпатичная вещь. Жалко, редко ношу, а зря, потому что красивая. Опять я отступила от темы. Первое, значит, большое спасибо тем, кто меня смотрит. Второе, если вы хотите снимать, снимайте. Начните, просто начните, и вы не пожалеете. И снимайте, прежде чем понять, ваше это или не ваше, несколько видео, желательно как можно больше. Иногда, несмотря на то, что у меня не так много подписчиков, мне в инстаграм или в личку пишут девушки и просят как-то прокомментировать их каналы. Но когда я захожу на их каналы, я, например, вижу, что там снято только одно видео. Девчонки, даже вы сами не поймете, что ваше, что не ваше, если вы сняли только одно видео. Снимите хотя бы 10-20, чтобы как-то, знаете, процесс пошел. И, скорее всего, до определенного этапа вам даже не нужны будут рекомендации, потому что вы будете сами отчетливо видеть. Это просто очевидно, что в вашем канале не так. Я, например, до сих пор не прибегаю к советам каких-то специалистов, потому что я до сих пор вижу, насколько мои видео несовершенны. Элементарно, смотря на видео девчонок, которые больше опыта, намного как в бьюти-сфере, так даже в визуальной сфере, я вижу свои недочеты, я вижу, насколько мои видео пока отстают и по качеству изображения, и по монтажу, и по моей речи, и по постановке света, кадра, предметов в кадре, ну полностью, по всем характеристикам контента. Пока для меня это настолько очевидно, я вижу, над чем нужно работать, я над этим работаю, что в советах я пока не нуждаюсь. Поэтому, девчонки, если вы будете снимать, вы в течение долгого времени будете отчетливо видеть свои задачи, в чем вам нужно улучшаться, и не будете нуждаться в том, чтобы кто-то как-то вас проконсультировал или что-то вам посоветовал. Много я сегодня наговорила, меня переполняют эмоции, еще раз хочется вам сказать спасибо, и я очень рада. Пишите, пожалуйста, под этим видео, какие-то заявки, что бы вы хотели видеть на моем канале, что бы в моем канале нравится. Я уверена, что впереди у нас много интересного. Большое спасибо вам за внимание. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой инстаграм, я там регулярно один-два раза выкладываю какие-то фотографии, посты, там практически в онлайн режиме я могу с вами общаться, поэтому, девчонки, если вы будете подписываться на мой инстаграм, мне будет намного проще с вами общаться постоянно в реальном времени. Комментарии к видео я стараюсь читать, но чем больше становится видео, тем больше я читаю скорее комментарии к последнему выпуску, то есть я делаю какой-то выпуск и в течение нескольких дней постоянно читаю комментарии, отвечаю на них, но когда видео все больше и больше времени, они наслаиваются друг на друга, и там уже в комментариях я путаюсь и не успеваю отвечать. Так что быть со мной всегда на связи и получать скорейшие ответы на вопросы, вы всегда можете быть в моем инстаграм. Спасибо большое за просмотр, я надеюсь, что кто-то все-таки просмотрел это видео и порадовался вместе со мной, ну и я с вами на этом прощаюсь, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok